Добрый день, дорогие зрители, с вами Ворода, и у нас под прицелом игрушка под названием Assassin's Creed Восстание. Давайте посмотрим, ребят, что это за игра, и пройдём её. Да-да, вы не ослышались, я собираюсь полностью от начала и до конца пройти эту игру вместе с вами, конечно же. Я посмотрел эту игру, игра действительно стоящая, игра действительно интересная, и я надеюсь, она понравится так же сильно вам, как понравилась и мне. Сегодня мы начинаем с первой же миссии, с первого региона, с первыми ассасинами, которых я получил за прохождение обучения. Поэтому я надеюсь, вам будет интересно, ну и вливайтесь вместе со мной. Игра довольно проста, в управлении нету ничего зашкварного, ничего сложного, ты выбираешь определённого ассасина, выбираешь определённые действия, которые ему же ты и назначаешь, и он их выполняет под видом красивой. Действительно, красивой и стоящей анимации, которая даёт тебе приятные эмоции и ощущения. Так, давайте выберем кого-то другого, допустим, так, в нижней части экрана находится панель номер выбранного героя, так, это понятно. Они нас пытаются ещё немножко учить, так, дальше возьмём Тарика, Тарика подходит нам здесь лучше всего. Давайте взломаем сундук. Я надеюсь, у меня это получится, но, увы, нет, неудача, мне не удалось открыть сундук, к сожалению. Так, здесь тогда возьмём Агилара. Агилара лучше всего с ловкостью, поэтому я думаю, он нам тут подойдёт больше всего. Хорошо, пошли дальше. Спускаемся в нижнюю комнату и... Кого мы здесь возьмём? Так, испанский стражник. Так, очень легко. Так, и здесь тоже очень легко. Ну что, давайте всё-таки Агилара спустим вниз. Он у меня уже второго уровня. За время прохождения обучения я успел его выкачать, поэтому надо испытать. Так, хорошо, мы использовали скрытое убийство, использовали его более чем удачно. Так, можем метнуть ножи. А я, конечно же, это делаю. Подхожу ближе и почти что убиваю второго стражника без нанесения какого-либо дамага Агилару. Хорошо, давайте попробуем открыть Агилару кейс. Отлично. Ну, хоть один кейс мы открыли, потому что перед этим мы провалили задание. Ну, не задание, а не открыли кейс. И для меня это, конечно же, провал и неудача, потому что там можно было что-то ценное получить. Тем не менее, мы проходим задание на три. Хорошо. Давайте заберём все награды наши. Спасибо большое. Что крутого в этой игре, ребят? Помимо того, что у нас есть большой выбор ассасинов, которых мы получаем по ходу дела, у нас есть своё личное убежище, которое мы должны отстраивать за ресурсы, которые находим во время игры. Сейчас показывается уровень моего братства. Уровень моего братства – это уровень моего штаба. Мои ассасины, моя команда, моя контора называется «Бородатые пиздюки». Да-да, вы не слышали именно так. Ну, как во мне, это прикольное название. Я долго думал над тем, как их назвать. И решил вот так вот. Вот это мой штаб, вот это моя контора. Так, и теперь мы можем построить несколько комнат. Точнее, доступна одна, потому что штаба у меня на штаб пока что не хватает ресурса, скорее всего. Давайте построим жилую комнату. Я думаю, жилые комнаты стоит строить в самом верху. Их мне понадобится действительно много, как мне кажется. Хорошо. Так, здесь мы все сделали, поэтому тут там делать точно нечего. Давайте смещаться дальше. Так, старик, это понятно. С тарика у нас все окей. Здесь тоже все хорошо. Возможно, мне нужно направить кого-то было бы в тренировочный зал. Так, сейчас посмотрим. Пропускаем. Я тексты пропускаю, друзья. Я думаю, они нам не нужны. Можно открыть теперь, построить и штаб. Штаб я построил в противоположном углу тренировочной комнаты. Так, в штабе мы можем доставлять сведения автоматически появляться в штабе в течение некоторого времени. Сведения требуются для того, чтобы выполнять задания. Отправляете ассасинов в штабы, чтобы увеличить скорость получения сведений. Хорошо, сведения это, получается, мои. Так, назначить ассасина. О, кого я назначу сюда? Выбрать Агилара? Так он у меня лучший. Я не знаю, смогу я потом его на задание отобрать или нет. Думаю, да, наверное. Скорее всего, я все-таки могу его брать на задание. Сейчас проверим. Чем больше сведений у нас получается, тем больше я могу выполнять заданий. Хорошо. Все тот же первый регион. Давайте поищем. Так, эскаписты. Хорошо. Регион 1, задание 2. Задание называется эскаписты. Задание довольно-таки странное какое-то. Так, получается 8 единиц сведений мне надо на вот это задание. У меня максимальное количество сведений это 45. Сведения можно считать то же самое, что энергия получается. Поэтому, я думаю, с этим все ясно будет. Так. Я думаю, я смогу его просто перепрыгнуть. И мне не придется даже вступать с ним в драку. Он меня не должен заметить. Я просто обойду его и все. Отлично. Так. Что у нас вверху? Вверху я вижу, у нас есть сундук. Агилар не очень подходит. И лучше всего подходит Хамид. Давайте отправим Хамид тогда наверх. Надеюсь, у меня получится. Так, отлично. И нужно здесь отмычки взломать кейс. Потому что кейс, я смотрю, синенький. Вроде как выглядит неплохо и отлично. Да, мы справляемся. Забираем 500 монеток. Я думаю, отсюда нам можно теперь явно уходить. Так, следующая комната. Здесь мне понадобится Агилар. Там что-то перепрыгивать надо. Хорошо. 72% успеха. Поэтому поехали. Отлично. Мы прошли не за детекчинами. И давайте сразу же так же тихо убьем его. Там 80% это очень много. Так, хорошо. Здесь у Агилара опять показываются отличные показатели. Блин, я не знаю. Я бы попробовал избежать драки на самом-то деле. Давайте попробуем. Удастся ли мне это? Вот, тихое убийство. Отлично. Минус один. И точно так же мы убираем второго. Отлично. Великолепно. Просто на изи мы сейчас прошли. Так. А дальше мне уже нужно будет вступать с ним в драку. Давайте. Здесь мы выберем бойца. Потому что именно у него есть хорошая результативность. Отличные мощные удары на нашу. Так. Давайте вот этим тихонечко. И убиваем. Боже, как это красиво. Хорошо. Проходим дальше. Пошли. Следующая комната. Здесь ничего... Ой-ой-ой-ой. Сейчас я сделал ошибку. Тогда получается. Потому что он может не допрыгнуть. Нет. Мы справляемся. Несмотря на то, что было 15%. Я справляюсь. Как дальше? Так. Он устал. Вот. Видите? Неудача пошла. Немножко я это не учел. Да. Это действительно мой косяк. Хорошо. Дальше тогда Агилара. Пошли. Он более вынослив. У него с этим никаких проблем нет. Да ладно. Фух. Две неудачи подряд. Кошмар. Что-то мне подсказывает, что дальше будет все плохо. Я не получу свои заветные три звезды. Да? Нет. Получаю. Отлично. Фух. Пронесло. Слушайте. Я надумал, сейчас будет капец. Так. Получаем свои награды. 8 ДНК мы получаем. Хорошо. Я хочу уже просто нового ассасина. У меня три ассасина, которых я сразу же беру в бой. А новых пока что не появилось. Это неправильно. Так. Хорошо. Что у нас? Смотрим. Есть дальше. Так. Он нам предлагает в магазин открыть бесплатный куб с ДНК. Давайте откроем. Я думаю, кто там сразу упадет какой-то крутой ассасинчик или нет. Да, Максиму Бороса мне падает с навыком тень. Это тот же навык, что у Агилара. Но если честно, так, так, медная руда падает. Мне Агилар внешне нравится больше. Так. Куча всяких оповещений и прочей храни. Но вот что радует, я до сих пор, ребят. До сих пор я не увидел ни одной рекламы. Вот вы можете себе представить. В наше время не увидеть ни одной рекламы. Это очень жестко. Так. Зал собраний. Первое. Сюжетное. Давайте посмотрим, что за сюжетное задание. Здесь нам уже предлагают выбрать самостоятельно. Ну, конечно же, возьму Агилара. Несмотря на то, что он уступает. Я возьму Хамида. И я возьму Тарика. То есть я беру всех разных. Я не знаю, насколько это правильно на данный момент. Но думаю, брать двух теней бессмысленно. Так. Найдите подсказки. Хорошо. Нам нужно найти подсказки. Ну, пошли искать. Так. Без неудач пока что. Пока что мы стартуем нормально. Поехали. Давайте попробуем втихую его убить. Оп. Вышли в окно. Кинули. Отлично. Блин, насколько гениально. Вы только подумайте. Оп. И убрали. Хорошо. Отлично. Выманили, значит. И кроваву убили. Так. Что у нас дальше? Здесь нам нужно много-много прыгать. Здесь нам нужно убивать. Ну, конечно, мы выберем путь полегче. Зачем вот это? Испытывать свою судьбу. И убивать, пытаться кучу людей. Так. Прыгаем дальше. Хорошо. Без неудач. Пока что все окей. И пошли сюда. Да. Отлично. Мы взобрались. Взобрались более-менее легко. Давайте еще дальше тоже зайдем Агиларом. Я не знаю. Он может, конечно, устать. Но пока что у него получается лучше всех. И ассасины с навыком тени мне нравятся больше всего. Потому что то, что они показывают на данном этапе, это очень круто. Смотрите. Я опять могу использовать Тихое Убийство. И я уверен, что оно вновь сработает. Да ладно. Боже мой. Ну, я прям накаркал, ребят. Сглазил сам себя. Да ладно. Убьем этого засранца. Он слабенький. Ничего сложного здесь нет. Ну, хорошо. Это первая задача. Найдено письмо. Торговцу Хасану. Мы хотим поблагодарить вас за помощь нашему делу. Продавая обучество еретиков, вы вооружаете воинов Святой Церкви Ахеда. Ну что ж, хорошо. Первый документ получен. Нам нужно найти еще один. Так. Здесь мы уже не особо показываем хороший результат. Поэтому возьмем Хамида. Хамид знает, что здесь делать. Устачечки. Отлично. Так. И давайте вскроем этот сундук. Я думаю, тут вторая задача, наверное, лежит. Да ладно. Братан, давай взламывай. Да ты что? Два раза подряд давай еще раз. Вот так вот. Хорошо. Так. Получена добыча. Это зелье, которое восстанавливает здоровье. Так. Ну, а мы отправляемся дальше в поиск задачи. Отлично. Тихое убийство. Я надеюсь, получится. Там 83%. Порадуй меня, Агилар. Так. И вот и второе. Так. Вторая задача. Изучаем. И получено. Торговцу Хасану мы рассчитываем получить следующий денежный взнос до конца месяца. Все как обычно. Ахеда. Хорошо. Я думаю, на этом мы можем закончить выполнение задания. Так, отлично. Все три звезды, конечно же, мы забираем себе. Так. Найти подсказки. Все, выполнили. Получаем немного ДНК. 1100 монеток. Кучу всяких ресурсов. Так. Возвращаемся в контору. Так. Карта регионов расширяется. Проходя сюжетные задания, мы открываем новые, естественно. Так. Вот второй открытый. Это торговец смертью. Дальше у нас есть несколько в первом регионе заданий на ДНКшечку. Тут дальше у нас задание «Ночной вор» доступно. Так. Ну, это все по порядку. Давайте мы выполнили несколько задач. Заберем отсюда во все. Хорошо. Спасибо большое. И я думаю, надо возвратиться в контору. Посмотреть. Мы должны уже что-то мочь улучшить. Так. И что-то построить. Так. Хорошо. Что у нас здесь есть? Мы можем построить сокровищницу. Которая будет, конечно же, помогать нам расширять вместительность. Потому что это все заполняется. Так. Назначить ассасина. Давайте назначим моторика. Мне кажется, у него явно будет здесь успех. Так. Хорошо. Теперь нам доступны задания с поиском добычи. То есть у меня есть задачи с поиском ДНК. У меня есть доступные задачи с поиском информации. И у меня есть теперь доступные задачи, которые помогают нам увеличить свою казну. По-моему, неплохо. Вот это мы хорошо устроились. Слушайте. Ну что ж, друзья. Я с вами буду прощаться. Это был первый ролик по Assassin's Creed в восстании. Если вам нравится эта игра, пишите об этом в комментариях. Не забывайте оставлять свои отзывы. Я их очень сильно люблю читать. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.